Привет всем, кто заглянул на мой канал! Я вам очень рада! Сегодня 10 марта, и в мои планы сегодня не входило снимать никакое видео, поскольку повода, в общем-то, не было никакого. День начинался как обычно, я собралась за продуктами в Ашан, приехала, ну, соответственно, конечно, зашла в садовый отделчик. Походила-побродила, набрала немножечко разных пакетиков с корешками, хостыш, алфея, ну, в общем-то, неплохой был выбор. Увидела, конечно же, розы в коробках, но постаралась опойти их стороной. Но издалека увидела вот эту вот красавицу-лагуну. Когда я формировала свой заказ в подворье на розы Топаловичей, я тоже не раз смотрела эту розу, известную, знаменитую, красивую, но, в общем-то, так и не поняла, так и не решилась заказать ее, поскольку все-таки она плетистая. Вот, а я пока с плетистыми осторожничаю, у меня уже есть несколько штук, но посчитала, что надо немножечко и к этим попривыкнуть. И не стала ее заказывать. Ну, в результате увидела эту коробку сегодня в Ашане, подошла просто посмотреть. И, в общем-то, честно говоря, хотела увидеть, может быть, не очень хорошего качества саженца, но, напротив, увидела очень неплохого качества саженца. Причем именно лагуна была в хорошем качестве, остальные сорта оставляли желать лучшего. Все коробки я перебрала, вот этой лагуны, все они были очень-очень приличные. Вот, и, конечно, на ценнике вместо 400 рублей перечеркнутых была цена 250, по-моему, 9 рублей. Ну, в общем, понятно, да? Тут сработала поговорка «никогда не говори никогда». Ну, правда, полчаса я еще все-таки стояла и мучилась, брать или не брать. Но в результате решение было в пользу, конечно, розы лагуна. Выгрузила благополучно все пакетики с корешками, взяла эту розу, взяла пакет земли. И, забыв половину продуктов, за которыми я приехала, ну вот, вернулась домой и решила все-таки посадить эту розу в контейнер до высадки в грунт. Почему? Объясню. Я, конечно, не сторонница. И у этого саженца, в общем-то, неплохие такие почки. Они, конечно, проснулись. Я вам сейчас все покажу, продемонстрирую. Но я могла бы ее хранить в холодильнике. Но поскольку в скором времени я ожидаю новые заказы из питомников, и не знаю, честно говоря, как у меня все сложится, как получится, каковы они будут, сколько мне их хранить до посадки. Возможно, тот же холодильник, как, ну, может быть, на несколько дней, он мне пригодится. Ну и вот лагуна, хотя она, естественно, будет занимать там место. А, в общем-то, короче говоря, я решила ее посадить в горшок. Ну, это, наверное, единственный вот как бы раз, то, что я вот так буду делать. Ну, посмотрим, посмотрим. В общем, короче, сейчас я расчехляю эту розочку и вам ее покажу. Так, сейчас я попытаюсь показать вам этот саженец. Так, вот я его вынула из коробки. Во-первых, здесь написано «Лагуна», ну, что, во всяком случае, греет душу, что сорт соответствует. Теперь, вот, обратите внимание, я специально взяла желтый тазик, чтобы было наглядно видно. Здесь получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь побегов. На каждом побеге достаточное количество почек. Да, и они, очень многие из них проклюнулись. И что мне еще понравилось? Место прививки, от места прививки, раз, два, три, три почки. А вот, ну, вот здесь вот тоже четыре, пять. То есть очень много почек, проснувшихся вот от прививки. И вот эта меня подкупила, потому что это, конечно, потенциал. Ну, в общем-то, заявка на приличный потенциал розы. Вот, сейчас я ее буду разворачивать, и мы посмотрим, что там за земляной ком. Так, сейчас как бы мне ее... Сейчас, с какой стороны? Ну, то есть, я сказала земляной ком. Ну, в общем, корень земляной ком, что там и как. Не просто так. Ну, но хочу сказать по весу, мне кажется, что несколько легче, чем розы топаловичей. Те как-то потяжеловеснее. Хотя, вот, смотрите, субстрат, влажный субстрат, хороший. Так, сейчас. Корень, наверное, маленький. Такой же обробочек, как и от топаловичей. Ну, вот, меня как-то это сильно не смущает, потому что я однажды попробовала. Розы прижились все, и, вы знаете, как-то вот я выдохнула. И на этом не заостряю большого внимания. Понимаю, что если розе будет комфортно в том месте, где вы ее посадите, то она нарастит эти свои корни. Это вообще небольшая проблема. Ну, конечно, обробочек. Ну, такой не то, чтобы прямо, знаете, вот... Так, вот этот оторванный. Ха-ха. Такой, знаете, веничек. Вот, и вот такие мелкие, белые такие корешочки. Ну, чутельные, конечно. Вот здесь чуть-чуть, типа, плесень, по-моему, есть. Совсем чуть-чуть. Нет, в принципе, я хочу сказать, если роза сильная, то для нее это вообще ничего не страшно. Вот эта корневая система, это все как бы... Все совершенно не страшно. Так, сейчас возьму секатор. Он у меня, к счастью, дома. Чуть-чуть отрежем корешки, я вам покажу. Так, принесла секатор. Сейчас мы попробуем вот этот. Видите, какой беленький хороший срез. Но дальше он вот здесь, немножечко с таким белым налетом. То есть я, конечно, его, наверное, срежу повыше. Вот здесь тоже краешек какой-то беленький. Но нет, он хороший, живой, прям чудесный. И они такие не сухие, совсем не сухие. Ой, секатор режет вообще прекрасно. Так легко прям даже. Вот как будто бы не моя рука режет, а не знаю даже чья. Ха-ха. Так, ну, пока может быть новый. Ну, в общем, и секатором тоже довольна. Я, кстати, вот такой секатор купила. Как-то обзор делала. Вот, ну, мне физкорс нравится. Так что мой выбор пока за этим инструментом. А дальше посмотрим. Ну, в общем, смотрите. Очень хороший корешок. Вот, такой разветвленный. Морковка, но разветвленная. Сейчас я его буду замачивать. Замочу, наверное, даже на ночь. Сейчас уже практически вечер. Ранний вечер. До завтрашнего утра замочу. Наверное, HB-101. То, что у меня есть постоянно дома. Посмотрю, есть ли что-нибудь из удобрений, которые я покупала на дачу. Для роз. Может быть, корнесил у меня вот есть. Ну, в общем, короче, я сейчас посмотрю, в чем-то замочу. Завтра буду сажать. Завтра вам еще раз продемонстрирую. Ну, вот это, кстати. Тоже, видите? Так, показываю. Вот, видите, срез очень хороший. И я так смотрю, что под воском, ну, никаких таких вот прям погрешностей я вот не вижу. Он достаточно прозрачен, этот воск. То есть, в принципе, я вот тоже в магазине присматривалась. Ну, неплохой, неплохой, по-моему, посадочный материал. Вот. Высота, вот высота, допустим, корешка у меня такая. И высота стволиков примерно они одинаковые. Ну, вы знаете, я точно, я буду, наверное, вот где-то вот эту одну треть по высоте удалять. В общем, короче, сейчас замочу, а дальше будем смотреть. Завтра видео продолжу. Так, ой, куда показываю? Я прошу прощения, потому что у меня камера на штативе. Вот. Ну, вот так. Неплохой саженец за 250 рублей. Если лагуна, то просто будет отлично. Вот. И главное, чтобы не было дичков. Еще раз привет всем. Сегодня уже 11 марта. И вот мой новенький саженец, который я замачивала со вчерашнего раннего вечера. Замачивала я его в растворе HB101. Ничего другого у меня не оказалось дома. Ни корневина, ничего. Ну, ничего страшного. Этого тоже, я считаю, достаточно. Бывают моменты, когда я саженцы даже в открытый грунт сажаю, не замачивая. Ну, бывают такие ситуации, знаете. То есть это тоже не сильно принципиально для меня. Если корень приличный. Значит, замачивался он у меня примерно часов, наверное, 17. Ну, в общем, уже достаточно времени прошло. Я немножечко его уже подкоротила. Но корни я вчера вам показывала. Я их все надсекла. И, в принципе, они на срезах все очень даже неплохие. Тот нюанс, который меня вчера немножечко беспокоил. Там какая-то была опрелась, как мне показалось. Или плесень. Ну, нет, сейчас я ничего не наблюдаю такое. Корни все вполне приличные. Поэтому больше я ничего подсекать не буду. Ну, вот стволики. Вот стволики. Хочу показать вот девочкам, которые тоже вот делают, ну, не то чтобы ошибки, но жалеют, как многие из нас поначалу. Не жалейте. Ну, вот смотрите, еще раз показываю. Здесь достаточно много почек, которые пробуждаются от места прививки. Даже вот здесь вот еще я одну почечку маленькую увидела. Она наклевывается. И, в общем-то, чтобы создать хороший эффектный кустик в дальнейшем, жадничать не стоит. Вот у меня из семи побегов, вот эти раз, два, три, они такие достаточно тонкие. Они вообще нам не нужны. То есть я их удалю. Единственное, вот подлезть не очень удобно, поскольку они идут буквально вот из одной точки. Как-то нужно очень аккуратно их подсечь. Вот, так что я их удалю. Вот эти высокие стволики, я их тоже обрежу. Я чуть-чуть их подстекла, посмотрела, срезы. Срезы, в общем-то, нормальные. Вот, ну, не знаю, там на одну треть, на половину. Я посмотрю уже по ходу. Так, знаете, можно в любой момент еще будет подрезать. То есть не надо жадничать. Вот это место, оно самое у нас важное для того, чтобы роза потом была пышная, красивая и сильная. Лучше немножечко подождать. Это сезон. И потом получить хороший кустик. Ну, конечно, каждый из сортов ведет себя по-разному. Кто-то долго развивается, кто-то быстрее сорта. Но, тем не менее, вот это очень полезная штука. Вот это отсечение лишнего и ненужного, чтобы роза не тратила слишком много сил сейчас на всю вот эту вот зелень. Пошла сажать. Ну, вот в результате, что у меня получилось. Из семи стволиков у меня остались три самые толстые. Я немножечко пока пожалела вот эти почки, несмотря на то, что они идут внутрь. Но поскольку это роза плетистая, в общем-то, я думаю, это дело не помешает. Пускай пока будут. А дальше будем смотреть, как будут из земли появляться те, которые были на корневой шейке, на месте прививки. Вот здесь у меня один побежек такой тоненький. Он коротко обрезан почти под землю, потому что там тоже на нем есть почечка. Но я ее тоже пока оставила. Посадила ровно так, как сажаю в грунт. То есть, также заглубила на 5 сантиметров прививку. Вот, и планирую, если все будет благополучно, конечно, дай бог, высадить в таком же состоянии, в общем-то, на тот же уровень в землю. Ну, вот сейчас надену пакет и поставлю ее, наверное, на балкон, поскольку балкон – это самое прохладное место. На данный момент у меня там сейчас плюс 10, хотя у нас еще 20-ти градусные морозы вот с утра. Ну, потому что в квартире, конечно, это все ни о чем. Она вся, я думаю, в любом случае будет страдать. Ну, высохнет, не высохнет, но это, конечно, не дело. Ну, и пойду, конечно, отмывать ванну, потому что вот почему мне не нравится сажать в контейнеры розы, поскольку половина квартиры грязной остается, а потом еще бегаешь и каждый раз смотришь на все это. Поэтому, если все-таки саженцы хорошие, конечно, я предпочла бы сажать это все уже на даче, на воздухе, на природе. Кто живет за городом, я понимаю, есть условия, но в квартире это всегда какие-то накладки. Себя тоже хочется поберечь. Ну, ладно, посмотрим, что вырастет из лагона за 250 рублей. Я на нее очень надеюсь, очень, конечно, хочется. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!